Здравствуйте, друзья, дорогие подписчики, гости моего канала. С вами снова канал Школа Тароль Виен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание. Что хорошего вас ждет в самом ближайшем будущем? Мы с вами посмотрим шесть позиций на Таро книга Теней. Том второй, как и внизу. Но перед этим я объявляю конкурс. В прошлый раз люди возмущались. Мол, а зачем вы объявили конкурс, где нужно проявить экстрасенсорные способности? Действительно, не каждый может их проявить. Есть в этом доля правды. Но у меня есть специфика в работе, что у меня у самой есть экстрасенсорные способности, есть сновидение. И у меня есть группа ВКонтакте, диагностика сканирования целителями, где люди эти способности развивают. То есть там есть очень много людей, которые действительно интересуются экстрасенсорикой и действительно пробуют себя в этом деле. Они начинающие, но они отгадывают задания, которые заставляют их проявить свои способности. И у них очень хорошо получается. Именно поэтому я объявила тогда тот конкурс, где никто не смог выиграть. Но теперь я объявляю другой конкурс. Это рандом. То есть вы можете поучаствовать в этом конкурсе и выиграть самый настоящий вот такой вот приз. Это кольцо. Это кольцо из янтаря. Оно очень-очень классное. Очень красивое и дорогое. И такое кольцо я зарядила на финансовое благополучие. Но, естественно, тот, кто выиграет, обратится ко мне в личные сообщения, например, в WhatsApp. И я буду заряжать еще дополнительно это кольцо на защиту этого человека и на то, чтобы у него было конкретно у него по фотографии финансовое благополучие. Вот. Кольцо. Я сейчас вам покажу, как оно выглядит на руке. Вот так оно выглядит на руке. То есть вы его сможете носить, как вам удобно, на любом пальце, какой вам понравится. Оно действительно состоит именно из янтаря. То есть нет тут никакой подделки. Но оно очень-очень классное. Я его вот прям увидела и понимаю, что это просто шедевр. Вот это кольцо никто, естественно, не носил. Оно абсолютно новое. И я буду его разыгрывать. Теперь расскажу вам про условия конкурса. Как получить вот такое вот красивое кольцо из янтаря. Все очень просто. Чтобы поучаствовать, нужно подписаться. Это первое условие. Подписаться на этот канал. Школа Таро Альвиен. Обязательно. Если вы не подписаны на канал, вы не можете участвовать. И нужно ставить колокольчик, чтобы видео выходили у вас. То есть, чтобы у вас были оповещения о новых видео этого канала. Дальше. Вы ставите лайк этому видео, которое сейчас смотрите. Это тоже обязательно. После этого вы ставите в комментарии к этому видео хотя бы плюсик. Вообще, участвовать будет любой человек, который напишет комментарий к данному видео. Вы можете, что бы то ни было, написать. Допустим, если вам само видео понравится. Либо вы ставите просто плюсик, что вы участвуете в конкурсе. Когда в понедельник я буду разыгрывать этот приз. Всего-то нужно подождать пару дней. Это недолго. Я каждому из вас под комментарием напишу ваш номерок. И рандомно вы прямо в прямом эфире увидите, как выпадет номерок. Кому бы то ни было из вас. И это кольцо, естественно, пересылка за мой счет, за счет этого канала, отправится к вам. То есть, просто тот, кто поставит комментарий, будет подписан на канал и поставит лайк этому видео. Естественно, никаких подвохов, ничего, никаких надувательств в этом нет. Естественно, я сама как маг, как человек, который занимается всем, практикой, с людьми работая, я занимаюсь талисманами. То есть, очень многие люди хвалят мои талисманы. И поэтому вы не пожалеете о том, что у вас будет такое кольцо. Никогда не пожалеете. Итак, теперь приступаем к нашему гаданию. Колечко пусть стоит, ждет. Обладателя своего. Что хорошего вас ждет, в ближайшем будущем у нас будет 6 позиций. Пока выкладываю карты, хочу вам сказать, что это видео актуально. Ну, кроме конкурса, конечно, на тот момент, когда вы его смотрите. То есть, гадание актуально на тот момент, когда вы его открыли, естественно. И в этом гадании высшие силы вам передают какую-то информацию. То есть, то, что у вас хорошего будет ждать в ближайшем будущем. Это всегда стопроцентное предсказание. Оно вас настраивает на благоприятное развитие событий в будущем. Это терапия для вас, это психотерапия для вас, это психологическая консультация онлайн для вас. И, естественно, это очень помогает вам избавиться от негативных программ, проработать кое-что, то, что вам мешало жить, настроить вас на лучшее в жизни. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Что хорошего готовит вам судьба, высшие силы в ближайшем будущем? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, замечательная выпала карта. Мы здесь видим королеву жезлов. Посмотрите на нее внимательно. Здесь очень серьезная энергия огня, целеустремленности, творческая энергия, продвижение в жизни. Мы понимаем, что в жизни многому нужно учиться, стараться, но при этом мы видим силу в себе. В ближайшем будущем кто-то даст вам очень много силы. Это может быть ваша женщина, покровительница, ангел, хранитель, которая есть у вас по роду. То есть даже свыше огромный поток энергии устремится к вам чистой энергии, созидательной энергии. Для тех, кто верит в высшие силы, очень знаковый расклад. Он говорит о том, что как будто бы кто-то свыше благословляет вас, дает вам очень много энергии, чистит вас, предохраняет от каких-то бед, от какого-то зла и дает вам много созидательной энергии, чтобы вы творили только добро, счастье, радость вокруг себя, несли людям что-то очень положительное. Также это может быть человек, который вдохновляет вас в ближайшем будущем, женщина, либо подруга, родственница, либо человек по работе, женщина, может быть мужчина, но огненного знака, яркий, целеустремленный, тоже может быть. И как будто бы у вас появляется второе дыхание, вы прорываетесь вперед. У вас лучше становится по всем сферам жизни от этой карты. Карты двора в этой колоде очень важны. И, естественно, Королева Жезлов – это карта, говорящая о прорыве вперед, о том, что вы будете семимильными шагами продвигаться в будущее, создавая на своем пути все самое лучшее для себя и окружающих. Конечно, карта может еще говорить, знаете о чем? О том, что вы займете, допустим, руководящий пост в работе. Вы, если ищете работу, вы ее найдете. То есть про работу очень много здесь, про финансы, то, что идет улучшение положения по работе и по финансам. Но также и в личных отношениях это может быть прорыв, потому что карта означает, что вы вдруг наполняетесь энергией и начинаете вести себя несколько иначе, по-другому, ярче. Ярче, активнее. Становитесь красивее. Ваша внешность меняется. Это прекрасное качество, особенно для женщины, когда она следит за собой. Когда она, допустим, смотрит за внешностью, худеет, ходит в спортзал, питается правильно. И более того, умеет проявлять свои чувства к мужчине. То есть если вы в ближайшем будущем проявите свои чувства, у вас явно наладится личная жизнь. Если для мужчины гадание идет, то какая-то женщина яркая, хорошая, красивая, которая вам, ну так скажем, оказывает, может быть, даже некоторое покровительство будет вот уберегать вас рядом, быть и давать вам очень много творческой энергии. Ну вот такая вот позиция номер один, она очень положительная. Позиция номер два. Что вас ждет положительного, хорошего в ближайшем будущем, что он готовит высшие силы. Двойка мечей. Посмотрите, вот эта колода, она разительно отличается от других. Тем, что некоторые, кажущиеся нам раньше негативными арканы, они становятся очень позитивными, заметили, да. И мы здесь видим, что Двойка мечей, это нужно приобрести какое-то равновесие в ближайшем будущем. У вас эта возможность появится. То есть вы уравновесите свой ум и свое сердце. Вы научитесь их, так скажем, сочетать в себе. Вы научитесь делать выбор. Вы поймете, что проблемы те, которые у вас созданы сейчас, это не проблемы. Потому что они решаются на раз-два, если успокоиться и прийти в себя. Если просто постараться, допустим, найти какое-то здравое решение и при этом, чтобы не было душевного отторжения от этого. Карта тоже замечательная. В ней присутствует, естественно, стихия воздуха, которая говорит о логике собранности, об остром уме. И, конечно, видите, да, вот девушка сидит в этой медитативной позе. В первую очередь положительного будет то, что вы успокоитесь. То, что вы придете вот в это душевное равновесие. То, что вы сможете познакомиться с этими волшебными феями, ну, естественно, в переносном смысле, и сказать себе, что высшие силы ведут вас, они благословляют вас. Что в мире есть очень много волшебного, неподвластного, может быть, нам, да. и когда мы обращаемся к свету, к высшим силам, они вот такими вот знаками благословляют нас. Вот здесь на карте это феечки летающие, да, и это добро, это волшебство, что-то, какие-то проблемы просто сами по себе у вас уйдут. Те, которые вас тревожили, беспокоили, выводили из вашего равновесия душевного, они уйдут от вас, и вы поймёте, что это вообще были не проблемы. Это вас вообще в принципе не коснулось в жизни, да, так как могло бы, могло бы ударить, а пройдёт всё вскользь и мимо. Вот такая вот позиция номер два. Третья позиция. Что вас ждёт положительного, хорошего в ближайшем будущем? Семёрка мечей тоже, видите, в другой бы колоде семёрка мечей, казалось бы, негативный аркан, да, здесь нет. Это идёт просмотр, так скажем, каких-то тайн других людей. Вы что-то узнаете. Вот ломали голову, гадали, думали, что же, допустим, произошло в какой-то ситуации, что ушло из вашего внимания и вы так и не поняли, допустим, почему поступил определённый человек определённым образом, да, или почему так сложились события. А на самом деле была какая-то тайна, секрет, и вы узнаете правду. Это будет очень положительно для вас. Вам откроют высшие силы эту правду. Вы давно ломали голову над чем-то. вот как говорит эта карта, вы не могли что-то понять или кого-то понять, чей-то поступок, какое-то происшествие в вашей жизни, не могли понять, почему это произошло и как теперь быть. И вы обретаете эту ясность, вы раскрываете секрет. Также карта показывает, что могут быть в ближайшем будущем с кем-то любовные тайные отношения, которые скрываются от всех людей. И тогда эта карта говорит, что высшие силы ведут вас. Вы друг другу по сердцу. Да, отношения тайные, да, их нужно скрывать, но Бог послал друг другу вас для чего-то. Видимо, так решила судьба, что вы друг друга вдохновляете, что ваши энергии личные должны переплестись и создать что-то очень важное, нужное в этом мире. Да, иногда так бывает, что создаются тайные отношения, но они несут в себе тоже какой-то положительный аспект, аспект созидания. Допустим, мужчина, создавая тайные отношения, становится на работе самым настоящим вдохновителем, у него идут креативные идеи, он вдохновился своей любовью. У женщины то же самое, она становится яркой, красивой, работает над своим телом и здоровьем, никто не узнает ее, она порхает, и все у нее в жизни удается, и какие-то проблемы просто по плечу, хотя раньше казалось, это тяжелый груз. Мы нужны все друг другу, для того, чтобы появлялись силы жить дальше. Вот такая позиция номер три, загадочная, интересная, но каждый поймет ее по-своему. Четвертая позиция, что хорошего произойдет в ближайшем будущем у вас? Девятка мечей, вы выходите из депрессии, феечки летят к вам в окно, стучатся, и вы им откроете, высшие силы дают вам знак, что ваши проблемы надуманы, вы переживаете зря, на самом деле есть выход из положения, но ваши страхи иногда вас превозмогают, поэтому постарайтесь собраться с силами, собрать себя воедино, откройте окно, и вы увидите свет, вы увидите, что счастливы, вы увидите, что на самом деле Бог с вами, ангелы с вами, и конечно вы получите все дары от высших сил, какие есть на этом свете, вам говорят, что надо успокоиться, все будет хорошо, вы чего-то переживаете, страдаете, мучаетесь, возможно, часто депрессия накрывает вас, какие-то страхи, видите, звезда выпала, 17-й аркан, звезда, тут написано звездочки, звездочки, детки, счастливые с мамой, да, тут все играют, веселятся, обратите внимание на детей, обратите внимание, как легко они живут, когда ребенок полтора-два года подходит к столу и видит на столе лежит конфетка, он поднимается на носочки, пытается эту конфетку взять, дотянуться до нее, правильно, и никогда он не думает, что ж, достоин ли я этой конфеты, какое решение принять, взять мне эту конфету или не взять, вот в чем вопрос, согласитесь, он бессознательно тянет ручки, карта напрямую указывает вам, просто обратите внимание, как живут дети, как они проводят время в больницах, как они ведут себя, когда у них температура, как они ведут себя на улицах, когда видят лужи, вам нужно осознать, что нет ничего в этом мире, чего вы можете быть достойны, недостойны, просто возьмите свое счастье, звезда говорит о надеждах, о том, что вы на самом деле можете быть совершенно счастливым человеком, но какие-то надуманные страхи мешают вам, в ближайшем будущем самого счастливого, что вас ждет, это вы избавитесь от этих страхов, поверите в то, что добро на свете существует, что Бог с вами, и то, что у вас все будет хорошо, у вас разрешатся какие-то проблемы, такая позиция номер 4, позиция номер 5, что хорошего вас ждет в ближайшем будущем, четверка пентаклей, хорошего, разгребете завалы дома, это однозначно, где-то, где-то у вас завал, где-то, где-то накопились вещи лишние, ненужные, и пора трудиться, пора браться за уборку, пора брать себя в руки и разгребать все, что накопилось ненужного, почему это нужно сделать, да, чтобы энергия текла свободно, чтобы вы были счастливы, чтобы вдохнули с новыми силами, да, окружающую среду, окружающую действительность, чтобы вам стало весело, легко, приятно, вокруг порядок, это такое счастье, если бы вы разобрали все дела на работе, уделите этому время, разберите дома, разберите на работе, может быть, вы окружили себя кучами каких-то ненужных вещей, выбросьте их, не бойтесь выбрасывать, вам может казаться жалко, да, жалко вам в эти вещи, а вы не жалейте, никому они давно не нужны, эти старые вещи, выбрасывайте мешками, выкидывайте все на помойку срочно, прибирайтесь, убирайте пыль, мойте окна, и все будет у вас хорошо, вам станет так легко и свободно, и естественно, это и ждет вас в ближайшем будущем, вы разгребете все свои завалы. И позиция номер шесть, что вас ждет хорошего в самом ближайшем будущем. А вот здесь мы видим пожар Пентаклей, да, он сидит за ноутбуком, под деревом, ему хорошо, он работает, вас ждет спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, заработок, продвижение по службе, да, вы будете уверены в том, что вы работаете правильно в своей деятельности, вы будете писать кому-то письма или отвечать на чьи-то письма важного человека для вас, это могут быть и любовные письма, почему бы и нет, вы сосредоточитесь в своем ноутбуке или телефоне и будете переписываться, будете печатать, чаще всего то, что изображено на карте, отражается даже напрямую, вот как сидит молодой человек за компьютером, так и вы посидите с кем-то общение вполне возможно особенно если вы кого-то давно ждали но также карта показывает что у вас все спокойно что вы принимаете дары жизни открытой душой, да, открытым сердцем что вы способны удивляться еще довольно-таки по-детски способны и конечно карта показывает что вас будут все любить и уважать к вам будут относиться по-доброму как и вы это очень позитивная карта она часто говорит о некоторых небольших финансовых получениях получения финансов о том что вам могут дать какую-то премию как-то наградить на работе а те кто ищет работу обязательно найдут ну такая позиция номер 6 всем спасибо за внимание жду ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации поясноведению на ритуалы обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео и участвуйте в конкурсе вы ведь можете выиграть это замечательное красивое великолепное янтарное кольцо тем более что оно заряжено на финансовое благополучие всем пока и до новых встреч